Доброго времени суток и добро пожаловать на мой канал. С вами Арталаски и сегодня мы плавно начнем подходить к теме анимации персонажей. Но прежде чем начать рисовать именно анимацию бега, стоит научиться делать некоторые простые вещи и, к минимуму, просто понимать их, чтобы ваши анимации были не просто какие-то двигающиеся пиксели, а казалось, что это реально происходит какое-то движение. И так как я долгое время пытался сделать что-то вроде видеокурса по анимации персонажей, я решил, что это будет реально долго и поэтому проще будет начать с маленьких видео по каждой конкретной теме, по каждой конкретной анимации. И сегодня мы создадим что-то вроде анимации прыжка и бега, точнее даже просто передвижения для какого-нибудь кубика, который может быть, например, слизнен, как в Майнкрафте. Это очень просто и очень примитивно, но тем не менее, если вы новичок в анимации, то данный урок для вас будет очень даже полезен. Значит, первым делом, что я хочу создать, это, собственно, сам слизняк. Я его делаю сейчас в выделении и через удерживание шифта делаю как бы вот такой вот размер. И теперь заливкой заливаю его каким-нибудь цветом, например, давайте какой-нибудь такой сопливый зеленый. Отлично, такой цвет, в принципе, подойдет и сделаю ему темную обводку, чтобы он как бы лучше просто читался. Ну и, пожалуй, глазки ему добавим. Все, у нас есть, так сказать, готовый персонаж, которого мы сейчас будем анимировать. Нажимаем кнопку «Создать шкалу времени для видео», либо лучше сразу нажмем на вот эту стрелочку и выберем здесь «Создать анимацию кадра». И нажимаем «Создать анимацию кадра». А теперь сделаю что-то вроде планирования анимации. Значит, первый и последний кадр у нас будут одинаковые. То есть, как он начинает движение из вот этого положения и заканчивает движение тоже в этом положении. И, кстати, продублирую здесь тоже слой. То есть, это у нас будет финальный финал. А это у нас старт. Отлично. Теперь создам еще один слой. Назову его промежуточный. Отлично. Значит, какое у нас сейчас тут положение? На первом кадре у нас виден только старт. На втором промежуточный. И на третьем только финал. Теперь промежуточный кадр мы опускаем часть нашего слизня на примерно 2, даже 3 пикселя. И, грубо говоря, у нас получится, что первый кадр он нормальный, второй кадр он как бы скукоживается, и третий кадр он снова нормальный. Но этого мало. Поэтому мы добавляем еще один промежуточный кадр. Пусть останется, в принципе, второй. И здесь, между промежуточным кадром и подфинальным кадром я добавляю снова слой, новый кадр. И теперь я его, наоборот, как бы так вот вытягиваю. Мне нужно его сделать выше, чем он как бы сам по себе. Вот так. И что у нас получается в итоге? Нормальное положение, скукоживается, растягивается и снова нормальное положение. Если это сейчас все проиграть, то как бы ничего особо заметно не будет. Поставлю здесь сразу на, допустим, 0,1 секунда. И, по сути, четвертый кадр, он нам вообще не нужен. Будет именно в самой анимации. Как бы просто для удобства и наглядности, первый и последний кадр я сделал одинаковый. А если же первый и последний кадр абсолютно одинаковый, то последний просто нужно удалить. И тогда получается как бы вот такая непрерывная анимация. А значит, в чем суть? А когда даже просто человек наступает на ногу, как бы переносит туда вес, он как бы по высоте слегка так вот приседает. То есть это совсем так чуть-чуть, может быть даже на первый взгляд и незаметно. И наоборот, когда он уже перенес вес своего тела, то он как бы слегка наоборот приподнимается. Но так как в анимации нужно все преувеличивать, это один из ее законов, то все эти движения мы делаем как бы более заметными. А теперь между этими, так сказать, конечными точками анимации я буду просто создавать промежуточные кадры, чтобы это все выглядело более плавно. Значит, а здесь я еще хочу сделать как бы отрыв от земли. Добавлю просто новый кадр. Что он как бы приподнимается немножко над землей. И тогда получится, что он как бы вот так вот бежит, подпрыгивая. И снова добавлю промежуточный кадр. Точнее он как бы уже новый, но он промежуточный со стартовым. И значит, по сравнению с предыдущим, я как бы его слегка тоже скукожу, как у него низ, а тело как бы вот так вот подтягивается к его голове. И чтобы вот так вот постоянно не отключать кадры, напоминаю, заходим в эту менюшку и нажимаем новые слои на во всех кадрах. Мы отсюда галочку убираем. Теперь мы как бы сделаем, чтобы он в воздухе слегка подвисал. Можно добавить еще один кадр, где он будет как бы находиться в воздухе. и практически не менять своего положения. Уже выглядит достаточно прикольно, но все равно еще не хватает плавности. Значит, добавим кадр, где он уже приземляется. Это будет достаточно резко. Посмотрим. Так, где-то опять лишний кадр создался. Значит, сначала сделаем ему приземление таким образом. Как бы добавим сюда растяжение. Вот так. Посмотрим. И в принципе здесь уже как бы идет более-менее плавный переход. Как он вот так вот приземляется. А но тем не менее нужно сделать его еще плавнее. Добавляю снова новый кадр и новый слой. И теперь уже как бы буду вот так вот опускать по одному-два пикселя. Посмотрим, как будет лучше. До вот этого вот состояния. Хочу сделать еще промежуточный кадр, где он будет как бы вот так вот растягиваться еще больше. Но при этом как бы он еще не отрывается от земли. И когда он уже оторвался, слишком сильно. Как бы такой резкий все равно еще переход получается. Поэтому как бы тоже добавляем сюда такие вот кадры. А теперь он как бы слишком долго зависает в воздухе, что не очень хорошо. Поэтому мы как бы здесь немножечко изменим. А этот кадр мы опустим на один пиксель вниз. И этот в принципе тоже. Посмотрим. Ну вот теперь это происходит более плавно. что ж, теперь анимация выглядит достаточно медленно, поэтому я ставлю без задержки. Но так слишком быстро. Поэтому поставлю здесь значение другое, а 0... допустим 0,5. Вот, самое оптимальное значение в принципе выставлено. Что ж, сохраним эту анимацию. Допустим, мне нужно экспортировать только вот этого слизня, как бы сам вот этот фон, на котором я сейчас все это делал, а мне сохранять не нужно. В таких случаях я просто сохраняю как бы новый документ и проделываю следующее. Значит, фон, естественно, пока прячу. И через C, инструмент crop, я делаю как бы вот такую рамку. Отлично. Нажимаю Enter. И сейчас у меня здесь размер холста получился 43 на 39 пикселя. Значит, перейду на первый кадр. Давайте везде фон отключим. Так, значит, можно сделать вот как. Переместим как бы саму рамку на дно нашего персонажа, чтобы он как бы стоял на полу. Отлично. И теперь уже нажимаем размер холста и расположение А, кажется, надо поставить здесь. Да. А, и теперь в пикселях ставим нужные нам размеры. Ну, допустим, 32 на 32. Посмотрим, ничто у нас не обрезалось. И в принципе здесь все нормально. Такой вот маленький лайфхак, если накосячили немного с фоном, сделали это немного не там, где надо. А теперь, собственно, как все это сохранить. нажимаем Ctrl-Shift-Alt-S появляется вот такое окошко сохранить для веб. И здесь как бы выбираю уже нужное количество мне цветов, но так как их всего у меня здесь три, то есть два и один непрозрачный. То есть он тоже считается как бы за цвет. Если отключить прозрачность, то его здесь уже не будет. И он просто превратится в белый цвет. Окей. Поставлю здесь четыре и если мне необходимо заапскейлить, то я выставляю здесь нужное мне количество процентов. Например, допустим, 400. И сразу увеличивается на 128. Точнее от 32 пикселей мы сразу повысили до 128. Здесь важно, чтобы качество стояло по соседнему. Иначе будет размазывать. Ну и сейчас у нас по соседнему стоит и как бы все окей. Если этого не сделать, то получается такая вот ерунда. Все же, нажимаем сохранить и в принципе все готово. ну а я перехожу обратно и сейчас мы сделаем простенькую анимацию движения. Конечно, ее можно использовать и первую в качестве движения, но все-таки это больше похоже на прыжок как бы отталкивания, нахождение в полете и приземление. То есть можно разделить их как бы на три зоны. Вот. А здесь я сохраню уже отдельный файл анимка слизень бежит. И хотя бегать у нас будет достаточно утрировано, тем не менее это все-таки будет уже передвижение. Все лишнее отсюда удаляю и у нас как бы стартовый такой файл получился. Собственно, финальный кадр у нас будет абсолютно такой же и мы его в итоге из-за этого и удалим. но здесь я сделаю еще некоторые штуки. Значит промежуточный кадр где он также у нас будет как бы приседать. Следующий кадр где он у нас двигается как бы вот так вот вперед буквально на 1-2 пикселя. и кстати на предыдущем кадре тоже лучше сделать что-то подобное вот так опустим его здесь чуть-чуть пониже а на следующем кадре его можно сделать как раз чуть-чуть повыше именно хочу сделать ему глаза на пиксель выше вот так получается как вот он приседает и вот так выпрямляется а следующий кадр у нас уже будет в том плане что он как бы сильнее поднимется но уже как бы так выпрямится то есть что-то вот вроде такого посмотрим что у нас получается если удалить последний кадр который у нас был инди идентичным первому то как бы эта анимация получается менее такой тормознутый все такое передвижение у нас всего на 4 кадра получилось ну что ж вот такая забавная анимация бега и прыжка получилось у нас в этом видео и прежде чем рисовать полноценную анимацию бега на каком-то персонаже я вам очень рекомендую потренироваться именно на таких вот слизнях кубиках шариках и так далее как только у вас начнет получаться что-то похожее на то что я сделал в этом видео то можете смело начинать делать анимацию уже для персонажей видео уроки по которым выйдут уже совсем-совсем скоро ну а с вами был арталаски и если вам понравилось это видео подписывайтесь и ставьте лайки а также делитесь этим видео со своими друзьями также рекомендую вам посмотреть первые мои три видео по рисованию спрайтов и анимации ну а также по настройке фотошопа для пиксель арта если вы их еще не смотрели и только пришли на этот канал то обязательно просто их посмотрите ссылки на них я кинул в описании ну чтож я с вами не прощаюсь а приглашаю посмотреть те видео которые вы еще не успели посмотреть так что до завтра а а Субтитры сделал DimaTorzok